И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу в скиньи собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. 3. Когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю. Когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу. Тревогу пусть трубит при отправлении их в путь. А когда надо собрать собрание, трубите, но не тревогу. 4. Сыны Аароновы священники должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. 5. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесящие ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас перед Богом вашим. Я Господь, Бог ваш. 6. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от Скинии Откровения. И отправили сыны Израилю по станам своим из пустыни Синайской и остановили облако в пустыне Фаран. 7. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея. Поднято было, во-первых, знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их на Осон сына Минадава, и над ополчением колена сынов из Сахаровых на Фанаил сын Суара, и над ополчением колена сынов Завулоновых и Илиав сын Хелона. 8. И снята была Скиния, и пошли сыны Герсонова и сыны Мирарина, носящие Скинию. И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Илисур сын Шедиура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил сын Суришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Илиасав сын Ригуила. 9. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скиния же была поставляема до прихода их, и поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама сына Амиуда, 10. И над ополчением колена сынов Монастяных Гамалиил сын Педапусура, и над ополчением колена сынов Ениаминовых Авидан сын Гидеония. 11. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер сын Амишаддая, и над ополчением колена сынов Асировых Сагиил сын Охрана, 12. И над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира сын Янана. 13. Вот порядок шествия сынов Израилев по ополчениям их, и отправились они. 14. И сказал Моисей Хаванову, сыну Ригуилову, Мадянитянину, родственнику Моисееву, 15. Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами. 16. Мы сделаем тебе добро, ибо Господь добрый изрек об Израиле. 16. Но он сказал ему, не пойду, я пойду в свою землю и на свою родину. 17. Моисей же сказал, не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы с Таном в пустыне, 18 и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами то добро, которое Господь делает нам, мы сделаем тебе. 18. И отправились они от горы Господней на три дня пути. 19. И к общег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. 20. И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из Стана. 21. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, восстань, Господи, и рассыплются враги твои и побегут от лица твоего ненавидящие тебя. 21. А когда останавливался ковчег, он говорил, возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым. 21. Числа, глава 11. 21. Народ стал роптать вслух Господа. 22. И Господь услышал, воспоминялся гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край Стана. 23. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господа, и утих огонь. 24. И нарекли имя месту сему Тавэра, потому что возгорелся у них огонь Господень. 25. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. 26. А с ними и сыны Израилевы сидели, и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? 27. Мы помним рыбу, которой в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. 28. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. 29. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бдалах. 30. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и летал в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. 31. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. 31. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. 32. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился в гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. 33. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? 34. Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую они склят, ты обещал склятвую отцам его? 35. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. 36. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. 37. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. 38. И сказал Господь Моисею, собери мне семьдесят мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скини собрания, чтобы они стали там с тобою. 39. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. 40. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо. 41. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни десять дней и ни двадцать дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. 42. И сказал Моисей, шестьсот тысяч пеших в народе семь, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц, заколот ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их. 43. И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. 44. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал семьдесят мужей из старейшего народа, и поставил их около скинии. 45. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. 46. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. 47. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Елдат, а другому имя Мадат. 48. Но и на них почил Дух, и они были в числе записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. 49. И прибежал отрок и донес Моисею, и сказал, Елдат и Мадат пророчествуют в стане. 50. В ответ на это Иисус, сын Новин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал, Господин мой Моисей, запрети им. 51. Но Моисей сказал ему, не ревнуешь ли ты за меня? 52. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. 53. И возвратился Моисей в стан, он и старейшина Израилева. 54. И поднялся ветер от Господа и понес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, и на путь дня по другую сторону около стана. 54. На два почти локтя от земли. 55. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. 55. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. 56. И нарекли имя месту сему Кеброд-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. 57. От Кеброд-Гатаавы двинулся народ в Осеров, и остановился в Осерове. 58. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял из-за себя Эфиоплянку. 59. И сказал, а одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? 60. И услышал сие Господь. Моисейша был человек кратчайший из всех людей на земле. 61. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдете вы трое к скинии собрания. 62. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии. 63. И позвала Аарона и Мариам, и вышли они оба. 63. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним. 64. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем. 65. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях. И образ Господа он видит. 65. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? 65. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии. 66. И вот Мариам покрылась проказой, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. 66. И сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. 67. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. 68. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. 69. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? 69. Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. 70. И пробыла Мариам в заключении еще вне стана семь дней, а народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. 71. Числа. Глава 13. 71. После всего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран. 72. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилю. 73. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. 74. И послал их Моисея из пустыни Фаран по повелению Господню. 75. И все они, мужи, главные у сынов Израилев. Вот имена их. 75. Из колена Рувимова Саммоа, сын Закхуров. 76. Из колена Симеонова Сафат, сын Хареев. 76. Из колена Иудина Халев, сын Иефониен. 77. Из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов. 78. Из колена Ефремова Осия, сын Новин. 79. Из колена Вениаминова Фалтай, сын Рафуев. 79. Из колена Завулонова Галдиил, сын Садеев. 80. Из колена Иосифова Атманасии Гади, сын Сусаев. 80. Из колена Данова Амиил, сын Гемалев. 81. Из колена Асирова Сефур, сын Михаилев. 81. Из колена Нефалимова Нахбий, сын Вовсиев. 82. Из колена Гадова Геуил, сын Махиев. 82. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. 83. И назвал Моисей Осию, сына Новина Иисусом. 84. И послал их Моисей из пустыни Фаран. 85. Высмотреть землю Харанскую. 86. И сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору. 86. И осмотрите землю, какова она и народ, живущий на ней. 87. Сильный ли он или слаб? 87. Малочислен ли он или многочислен? 88. И какова земля, на которой он живет? 89. Хороша ли она или худа? 89. И каковы города, в которых он живет? 90. В шатрах ли он живет или в укреплениях? 90. И какова земля, тучна ли она или тоща? 90. Есть ли на ней дерева или нет? 91. Будьте смелы и возьмите от плодов земли. 91. Было же это ко времени созревания винограда. 92. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рихова близ Имафа. 93. И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай и Фалмай, дети инаковы. 94. Хеврон же построен был семью годами прежде Циана, города египетского. 95. И пришли к долине Исхол и осмотрели ее и срезали там виноградную ветвью с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. 95. Взяли также гранатовых яблок и смокву. 96. Место сие назвали долиной Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. 96. И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. 97. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. 97. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. 98. И рассказали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. 99. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. 99. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. 99. Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Ивеи, Ивесеи и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. 99. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 99. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. 99. И распускали ходу и молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, и говорили, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. 99. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. 99. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. 99. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля, и все общество сказало ему, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? 100. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? 100. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. 100. И пали Моисея и Аарона на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. 100. Иисус, сын, Новин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои, и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. 100. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. 100. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. 100. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. 101. И сказала все общество, побить их камнями. 102. Но слава Господне явилась в облаке, в скидне собрания всем сынам Израилю. 102. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. 102. Поражу его язвой, истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. 103. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, среды которых ты силой твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними. 104. И ты идешь пред ними днем и в столпе облачном, и ночью в столпе огненном. 105. Если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которым склятво обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. 105. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. 10. Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. 11. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. 12. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали глаза моего, не увидят земли, которой я склятво обещал отцам их, только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло. 13. Всем малолетним, ничего не смыслящим им дам землю, а все раздражающие не увидят ее. 14. Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, в виду землю, в которой он ходил, и семью наследует ее. 15. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. 16. И сказал Господь Моисея Аарону, говоря, да коли злому обществу сему роптать на меня? 17. Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. 18. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы слух мне, так и сделаю вам. 19. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня. 19. Не войдете в землю, из которой я подъемля, руку мою клялся поселить вас. 20. Кроме халева сына Ифонина и Иисуса сына Новина. 21. Дней ваших, о которых вы говорили, детей, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которой вы презрели. 22. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. 23. По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. 24. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем всем злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. 25. И то те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. 26. Сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Новин, и Халев, сын Иефониин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. 27. И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилевыми. И народ сильно опечалился. 28. И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. 29. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. 30. Ибо Маликитяне и Хананеи там перед ними, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. 31. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ко всех же завета Господней, и Моисей не оставляли стана. 32. И сошли Маликитяне и Хананеи, живущие на горе Святой, и разбили их, и гнали их до хорма, и возвратились в стан. 33. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, 34. И будете приносить жертву Господу всесожжение или жертву заколаемую от валов и овец во исполнение обеда или по усердию или в празднике вашем, дабы сделать приятное благоухание Господу. 35. Тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть еф и пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина и лея. 36. И вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу. 37. И приноси овна, приноси в приношение хлебное две десятых части еф и пшеничной муки, смешанной с третьей частью гина и лея. 38. И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. 39. Если молодого вала приносишь во всесожжение или жертву заколаемую во исполнение обеда или в мирную жертву Господу, то вместе с валом должно принести приношение хлебного три десятых части еф и пшеничной муки, смешанной с половиной гина и лея. 40. И вина для возлияния приноси пол гина в жертву в приятное благоухание Господу. 41. Так делай при каждом приношении вала и овна и агнца из овец или коз. 41. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. 42. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. 43. Если будет между вами жить пришелец или кто бы ни был среди вас в роды ваши и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. 44. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришлец добудет пред Господом. 45. Закон один и одни права добудут для вас и для пришельца, живущего у вас. 45. И сказал Господь Моисею, говоря, объявися нам Израилем и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. 46. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши. 47. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь Бог через Моисея от того дня, в который Господь заповедал вам и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, 48. Пусть все общество принесет одного молодого вола, без порока, во все сожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его, по уставу и одного козла, в жертву за грех. 49. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свое в жертву Господу, в жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку. 50. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельству живущего между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. 51. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет, и прощено будет ей. 52. Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. 53. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Бог Господа, истребится душа та из народа своего. 54. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех его на ней. 55. Когда сыны Израилева были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова в день субботы, к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых. 56. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. 57. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне Стана. 58. И вывела его все общество вон из Стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. 59. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежи своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. 60. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим. 60. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь Бог ваш. 60. Числа глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, Идафан, Иаверон, сыны Елава, Иавиан, сын Фалефа, сыны Рувимова, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. 61. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святые, среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? 62. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. 63. Все, что сделаете, Кореи все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. 64. Полно вам, сыны Левиины. И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Леви, неужели мало нам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу при скине Господне. 65. И стояли пред обществом Господнем, служа для них. 66. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Леви, и вы домогаетесь еще и священству. 67. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? 68. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона сынов Ильява. 69. Но они сказали, не пойдем. 69. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? 69. Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? 70. Глаза людей сих ты хочешь ослепить? 71. Не пойдем. 71. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. 72. Я не взял ни у одного из них осла, и не сделал зла ни одному из них. 73. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое, будьте перед лицем Господа, ты, они и Аарон. 74. И возьмите каждую свою кодильницу и положите в них курение, и принесите пред лице Господня каждую свою кодильницу 250 кодильниц. 75. Ты и Аарон каждый свою кодильницу, и взял каждую свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинью собрание, так же и Моисей и Аарон. 76. И собрал против них корей все общество ко входу в скинью собрание, и явилась слава Господне всему обществу. 76. И сказал Господь Моисей и Аарону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. 77. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. 78. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аарона. 79. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аарону, и за ним пошли старейшины Израилева. 80. И сказали общество, отойдите от шатров, нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их. 81. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аарона. 82. А Дафан и Аарон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. 83. И сказал Моисей, Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. 84. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. 85. А если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои, поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, 86. И они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. 86. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореях, и все имущество. 87. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. 88. И все израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. 89. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. 90. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Илиазару, сына Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных, и пусть выбросит вон, ибо осветились огонь выбросит, кадильницы грешников всех смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными. 91. И будут они знамением для сынов Израилевых. 92. И взял Илиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который ни от семени Ааронова, не приступал приносить курение пред лице Господня, и не было с ним, что с кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. 93. На другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея Аарона и говорило, вы умертвили народ, Господень. 94. И когда собралось общество против Моисея Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господне. 95. И пришел Моисей Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисея Аарону, говоря, отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. 96. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. 96. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, и заступил народ. 97. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. 97. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. 97. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу скинии собрания, после того, как поражение прекратилось. 98. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. 98. Имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. 99. И положи их в скинии собрания, перед ковчегом откровения, где являюсь я вам. 99. И кого я изберу, того жезла расцветет. 99. И так я успокою робот сынов Израилевых, которым они робщат на вас. 99. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу по коленам их, 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. 100. И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в скинии откровения. 100. На другой день вошел Моисей и Аарон в скинии откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина рассвел, пустил почки, дал свет и принес миндали. 100. И вынес Моисей все жезли от лица Господня ко всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. 101. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. 101. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. 101. И сказали сыны Израилеву Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий приближающийся к скинии Господней умирает. Не придется ли всем нам умереть? 101. И сказал Господь Аарону, ты, сыны твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. 102. И ты, сыны твои, и с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. 103. Так же и братьев твоих колено левее на племя отца твоего возьми себе. 104. Пусть они будут при тебе и служить тебе, а ты, сыны твои, и с тобой будете при скинии откровения. 104. Пусть они отправляют службу тебе и службу во сей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть им и вам. 105. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания. Все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. 10. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. 10. Ибо братья ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. 11. И ты, сыны твои, и с тобой наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите. 12. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступающий, предан будет смерти. 13. И сказал Господь Арону, вот, я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне, от всего посвящаемого сынам Израилевым, я дал тебе и сынам твоим, ради священства вашего, уставам вечным. 14. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это великая святыня тебе и сынам твоим. 15. На святейшем месте ешьте это, все мужеского пола могут есть, ты и сыны твои, это святыня да будет для тебя. 16. И вот что тебе из возношения даров их, все возношения сынов Израилевых я дал тебе, и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставам вечным, всякий чистый в доме твоем может есть это. 17. Все лучшее из елей, все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. 18. Все первые произведения земли, которые они принесут Господу, да будут твоими, всякий чистый в доме твоем может есть это. 19. Все заклятое в земле Израилевой, да будет твоим. 20. Все раздерзающая ложесна у всякой плоти, которую приносит Господу, из людей и скота, да будет твоим. 21. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. 22. А выкуп за них, начиная от одного месяца по оценке твоей, бери выкуп 5 стиклей серебра по стикле священному, который в 20 гер. 23. Но за первородное из валов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, а не святыня. 24. Кровью их окропляй, жертвенник, и тук их сожигай в жертву, в приятное благоухание Господу. 25. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит. 26. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господа, даю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставам вечным. 27. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомство твоего с тобою. 28. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и счастья не будет тебе между ними. 29. Я часть твоя и удел твоей среды сынов Израилевых, а сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. 30. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к Скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. 31. Пусть Левиты исправляют службы в Скинии собрания и несут на себе грех их. Это уставы вечные, вроды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. 31. Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю Левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. 32. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которые я дал вам от них в удел, то возносите из нее в возношение Господу десятину из десятины. 33. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое отточило. 34. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. 35. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. 36. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет Левитам, как получаемое с гумна и получаемое отточило. 36. Вы можете есть это на всяком месте, вы и сыны ваши, и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скине и собрании. 37. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сынами Израилевыми не скверните и не умрете. 37. Числа, глава 19. И сказал Господь Моисея Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедовал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, 38. Пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ярма, и отдайте ее Елеазару священнику, и выведите ее вон из стана на место чистое, и заколет ее при нем. 38. И пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скини и собрания семь раз, и сожгут телицу при его глазах, кожей ее и мясо ее, и кровью ее с нечистотой ее пусть сожгут. 39. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и сопа, и нити щерленой шерсти, и бросит на сожгаемую телицу, и пусть вымоет священник одежду своей, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. 40. И сожгавший ее пусть вымоет одежду своей водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. 41. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов израилевых, для воды очистительной, это жертва за грех. 42. И собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. 43. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя сею водою, в третий день и в седьмой день, и будет чист. 44. Если же он не очистит себя в третий и в седьмой день, то не будет чист. 45. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. 46. Истребится человек тот из среды Израиля. Ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист. Еще не чистота его на нем. 47. Вот закон. Если человек умрел в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечист будет семь дней. 48. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт нечист, всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к огробу, нечист будет семь дней. 49. Для нечистого пусть возьмут пепло, то есть сожженные жертвы за грех, и нальют на него живой воды в сосуд. 50. И пусть кто-нибудь чистый возьмет из соп и омочит его в воде, и окропит шатер, и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшийся к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к огробу, и пусть окропит чистый нечистого в третий, в седьмой день, и очистит его в седьмой день. 51. И вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. 52. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. 53. Очистительной водой он не окроплен, он нечист, и да будет это для них уставом вечным. 54. И крапивший очистительной водою, пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера. 55. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечистым. И прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. 55. И всё, к чему прикоснется нечистым.